Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы совершим путешествие по одному из исторических мест совсем недавней истории 20 век село медное рядом еще ближе за километр где-то село ямок мемориальное польское кладбище расстрельный полигон рядом с селом медное тверская область вот у меня за спиной как раз основной обелиск польского кладбища здесь в общей сложности было расстреляно порядка 12 тысяч человек с 37 по 40 год с 37 по 38 здесь было расстреляно более пяти тысяч но это не поляки это враги народа как тогда говорили враги народа изменники родины кстати говоря здесь очень солженицынская вспоминается высказывание изменник родины это как-то прообразно если бы имелось в виду то что тот смысл который вкладывали в это понятие то изменник родине должно было быть а изменник родины как это и называлось это тот кому изменил родина так вот здесь изменники родины более пяти тысяч их было расстреляно это тверские тюрьмы это концлагерь в торжке это нилостолбенская пустынь с 37 по 38 год с 39 по 40 здесь было расстреляно 6 тысяч 6295 польских военнопленных польские военнопленные плюс те классы скажем так классы общества польши которые подлежали вырезанию в советской в советской стране в советское время семнадцатого года как вы знаете в тридцать девятом году сразу же после начала второй мировой войны германия нападает на польшу 1 сентября советский союз основной союзник германии это та часть истории которые не любят в школах озвучивать основной союзник уже 17 сентября нападает на польшу с востока германия запада советский союз востока в общей сложности было отсоединено от польши отрезана территория порядка 196 тысяч квадратных километров с населением в 13 миллионов население сразу стали чистить во первых попались военнопленные которые ну там какое-то минимальное сопротивление оказывали как бы все-таки на их страну совершено нападение и дальше население стали чистить то есть те кто здесь уже был расстрелян на территории советского союза священники интеллигенция в принципе люди сколь-нибудь думающие их сразу вычищали на завоеванных территориях как это было в прибалтике но вот на этот раз в польше то есть польшу союз поделил с нацистской германией и кстати говоря вы можете посмотреть фотографии забейте в гугле совместный парад советских и немецких войск в бресте в варшаве очень интересно видеть я даже опубликовать не могу эти фотки потому что сейчас публикация нацистской символики она законом запрещена но очень интересно посмотреть как советские офицеры салютуют воинское приветствие отдают немецким офицерам есть фотки где маннергейму отдают воинское приветствие высшие советские офицеры то есть до сорок первого года на самом деле у друзей все было нормально у сталина и гитлера и поэтому соответственно там создавались лагеря по типу аушвиц беркенау а здесь вот такие расстрельные полигоны сейчас мы по нему прогуляемся и да поляки здесь восстановлены поименно 6 295 было расстреляно не только здесь здесь и расстреливали привозили уже для захоронения из тюрем кстати говоря на расстрелах именно здесь отметился печально известный василий блохин передовик сталинский палач передовик расстрелявший от 15 до 50 тысяч собственноручно и порядка 200 тысяч расстрелов командовал вот здесь он командовал в том числе в том числе собственноручно приводил приговоры в исполнении и если не ошибаюсь именно здесь были совершены раскопки частично раскапывались погребальные рвы найдены гильзы от вальтера уж его не его не знаю конечно но тем не менее по показаниям его помощников любил использовать вальтер при приведении приговоров в исполнении сделал себе на заказ краги чтобы не забрызгиваться и немецкий вальтер я говорю что общение между германией советским союзом было очень плотно и у нас брали лозунги например на аушвиц беркенау труда к свободе это сороковые годы соответственно 20-е годы на соловецком лагере труд освобождает по моему или наоборот но так куда немецкая комиссия приезжала учиться мы у них соответственно печки для крематориев для утилизации тел репрессированных фирмы топфы сыновья на друзья печки в советских концлагерях и в немецких были одной и той же фирмы немцы поставляли дубинки для избиения но об этом я говорил вот вот здесь как раз да блохин командовал ну что давайте пройдемся помянем поляков их тут поминают советских граждан нет никто не поминает особо потому что их даже поименно неизвестно более 5000 более 5000 поляков вот конкретное количество поляки вот здесь вот восстановлены поименно советских имена их же бог весть пойдемте сейчас мы находимся у одного из братских захоронений вот здесь камень на камеру не видно но здесь очень интересный момент православный крест католические звезда давида и исламский полумесяц то есть имеется ввиду что сваливали скажем так тела всех конфессий всех вероисповеданий вот здесь венок это уже личная инициатива я сначала думал что это каким-то образом поддерживается это личная инициатива кто-то нашел своих родственников тут очень много людей установлено по имени чуть ли даже не все кто здесь захоронен установлены по имени вот здесь вот фотографии прикручены вот так выглядят братские захоронения по крайней мере те которые известны я думаю что здесь известны все холм это был расстрельный ров то есть даже не расстрелена именно погребальный ров здесь мало расстреливали здесь расстреливали но основную массу все-таки привозили из твери из нила столбенской пустыни в основном из тюрем твери вот а здесь просто захоранивали идем дальше у меня за спиной находится главный монумент польского военного кладбища так как здесь все-таки основная масса захоронена польских военно-пленных то военное кладбище выделено ну отдельной территории здесь не видно на камеру сейчас подойдем поближе вот все эти две плиты они полностью очень мелким шрифтом исписаны именами тех кто здесь был погребен но кто-то и расстрелян внизу вот здесь под импровизация алтаря судя по всему католического хотя не уверен вот это вот но похоже на католический алтарь как бы находится подземный колокол бить мы в него не будем сейчас время ранее и мы тоже сейчас покажу по периметру всего польского кладбища тоже таблички с именами то есть огромное количество вот имена имена и практически несколько гектар вот чтобы примерно было представление сколько здесь людей нашли последнее пристанище дальше тоже сейчас пройдемся там католические кресты я так понимаю что кресты тоже ну ставят по инициативе и польского правительства и отдельных может быть воевод потому что это очень похоже например ну вот мне напоминает эту гору гробарку в польше вот но давайте подойдем поближе вот так с близкого расстояния выглядит монумент стальная плита и вот здесь именно нету годов рождения годов гибели это по периметру таблички уже именные а здесь просто перечисленными на то есть можете представить сколько здесь имен вот таким шрифтом ну вот для пропорции вот две этих плиты и давайте посмотрим подземный колокол вот так выглядит монумент с другой стороны католический крест и вот сюда подход за крестом к подземному колоколу это другая сторона там можно было спуститься сразу же как бы под монумент а здесь вот к нему есть проход ну и давайте пройдемся по территории кладбища очень интересно вот посмотреть кресты есть здесь судя по всему какие-то личные кто-то находит своих родственников и есть вот крупные видимо от правительства воеводств скорее всего и так вот эти березовые кресты это именные кресты тех кто здесь погребен а вот эти если видите по цвету деревьев коричневые очень большие кресты я думал что это от воеводств друзья я ошибся видите вот эту ограду как бы круглые такие ну как плиты кругом выложены это судя по всему места массовых захоронений вот этими большими крестами обозначены братские могилы вот видите их очень много вдалеке их может быть незаметно за счет того что они по цвету деревьев но тем не менее их там очень много у меня за спиной их достаточное количество а вот именные да здесь действительно практически нету неопознанных захоронений все известны по именам приезжают судя по всему родственники проведывать потому что видно что не просто поддерживается властями но и скажем так видно что кто-то лично проверяет ну что же и давайте посмотрим по периметру таблички выложены вот это практически поименно все расстрельные военнопленные вот так по периметру всего кладбища нескольких гектар выложены такие стальные таблички с именами звание имена даты рождения дата гибели многих но это сороковой год то есть бездат до бездат просто год а нет с датами с датами когда идешь вот так вот ну по очень большому расстоянию то конечно ощущение непередаваемое сколько сколько здесь и за что за то что были поляками поляков расстреляли за то что они были поляками это просто военнопленные советский союз напал на польшу германия запада советский союз с востока и соответственно сразу начались чистки все что было в семнадцатом году сделано семнадцатого года точнее делалось на своей территории стали делать уже на завоеванных территориях это далеко не та история которую преподают в школе страна победитель отразила агрессию как говорится свет и просвещение миру если бы не мы что было бы не было бы вот этого кладбища как минимум и огромного количества похожих кладбищ в финляндии в самой польше и там очень много захоронений конечно может быть не такого масштаба но тем не менее ну что ж вот кто-то своего родственника нашел и прикрутил фотографию любри ну вот так вот они идут по всему периметру давайте идем дальше вот мы заканчиваем осмотр мемориального кладбища рядом с селом медное у меня за спиной еще один погребальный ров вот эти погребальные рвы в отличие от польского военного кладбища они могли формироваться даже раньше с тридцать седьмого года здесь расстреливали не только поляков здесь расстреливали врагов народа так называемых советских то есть здесь много очень и русских и других национальностей которые в советском союзе проживали вот это скорее всего рвы тридцать седьмого года а польское кладбище посередине ну что ж все на этом заканчиваем вот собственно одна из страниц советской истории страниц надо сказать типовых потому что нету региона друзья нету региона в котором не было бы подобного полигона и как правило регионы имеют несколько таких полигонов то есть в твери это далеко не единственное место массовых репрессий можно съездить в нилостолбенскую пустынь недалеко от оставшкова еще тверская область можно съездить в торжок концлагерь был в торжке можно в саму тверь съездить там огромное количество было тюрем где собственно и расстреливали то есть это действительно такое типовое место советской истории ну что ж едем дальше уже закончили съемки шли на выход из расстрельного полигона и знаете что было ощущение какой-то неоконченности что-то не досказано я понял что недавно прямо перед самым праздником дня победы перед 9 мая то ли в конце апреля то ли в первых числах мая вот здесь недалеко в твери были содраны две мемориальные доски собственно мемориальные доски доски посвященные памяти репрессированных поляков под громкое улюлюканье бесноватых сталинистов и под недоумение польских властей на доме там на одном были установлены две доски содрали не было репрессий я было субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok